всем привет у меня сенокос я как и планировала приехала вот на пустырь на этот и кашу траву мне нужно сено для мульчи хочу же укрыть я свою картошку в общем на все лето чтобы хватило чтобы картошка не зеленела и значит покажу как это делаю если у меня получится конечно у меня нет штатива вот у меня уже покосы какие вот какая у меня косичка коса кашу не хочется косить вот это вот растет по моему цикорий и у него очень твердые стебли не хочется косу это закупить все детство мы занимались тем что кормили коров кроликов и коса у нас конечно была большая сейчас я думаю так там муравьи обрезаться не очень устая трава ну давайте посмотрим то есть наклонившись похоже на серф но легче лучше большой косой конечно косич стоя отец ее всегда там что-то клепал перед косовицей вот это сейчас такое время июль вот это селах занимаются сенокоши заготавливали стены теперь подумаю или пусть она высохнет и потом я приду соберу ее она будет полегче эта трава и сразу как-то ее надо доставить на огород так я иду к своей мечте вырастить картошку под мульчой вот уже мне тут накошено 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 здесь такой осот колючий где-то трава погуще но она вот с осотом ну я уберу его так его в сторону но здесь и поспешу все таки решила забрать это сено получилось я так натрамбовала такую сумку огромную теперь мне ее нужно на велике довезти ну в общем сама себе придумываю работу разную это вот если у меня есть какая-то цель на цель у меня вырастить картошку под мульчой под сеном вот дачи там велик в траве где-то вот таким образом я поставила на раму эту сумку и я ее везу конечно руками держу за руль это просто я показать положила вот подсушить и разохотилась я думаю нужно еще один разочек съездить разуме так получилось удачно и тогда я буду как бы ну может на месяц спокойно в общем так я сегодня на огороде мне нужно заняться картошкой пришло время откладывать больше некуда я должна окучить картошку и ну а дальше уже по как бы по времени буду смотреть картошка уже взошла вся вот элитный этот сорт он весь траве мне нужно его конечно прополоть и картошка из ярче вот эту грядку нужно окучить а эти грядки у меня мульчированы значит внизу сейчас посмотрим как там что выглядит внизу там были листья должны были быть да так внизу вот листья перегной там разный и вот ту траву которая косила я буду укладывать все выше и выше чтобы эти грядки были полностью укрыты на эту грядку мне не хватило травы я укрыла только листьями но здесь видите картошка такая похуже выглядит это кажется мне соседская картошка я тоже на пробу посадила а дальше там такая вот видите кучерявая из ярче картошка здесь мне кажется была посажена ростками но видите не очень удачно эксперимент такой ну что работа на сегодня с картошкой выполнена все что запланировано было я прополола ее окучила мама будет довольна я сфотографирую это по ее значит будет уже сделано так как ей нравится ну и конечно покажу то что ей не очень нравится но придется смириться потому что все таки это эксперимент вот такие рядочки окученные прополотые чистенько и красиво ну хотелось бы конечно чтобы она какая-то была помощней ну может быть она такая должна быть такая зелененькая не очень высокая это вот капуста хотела конечно спросить у вас зрители вот этот вот ствол у этой капусты он какой-то согнутый ну то есть вот такой видите я его окучила я правда не знаю нужно ли окучивать капусту эту картошку еще раз покажу для мамы как она выглядит ну прорыхлила капусту здесь тоже убрала траву теперь я хочу посеять быстренько вокруг огурцов семена укропа купила у себя в аптеке потому что ну как-то я не вижу я вроде бы их сеяла ну даже не знаю где может вот здесь вот наверное понемножку ну мне хочется чтобы они росли рядком и хочу еще у вас зрителя спросить нужно ли вот этот горох подвязывать потому что я смотрю у соседей уже установлены вот там установлены уже палочки такие их подвязывают и вопрос по поводу фасоли вот кто выращивает вот так выглядит ну мы выращивали в селе не так выглядело не было вот этих вьющихся кончиков вот нужно ли ее подвязывать и еще вопрос зрителям вот пекинская капуста зацвела должна ли она цвести будут ли от того что она цветет потом качанчики или нет потому что вот это такая крупная крупный куст она не цветет а это значит цветет вот такие у меня вопросы к вам ну а здесь нужно еще прийти все прополоть вот у меня клубника созрела вот пока я была на рыбалке конечно я надеюсь что в следующем году она даст урожай побольше потому что я усы прикапываю вот вид вот вот уже прижился еще пускает буду ну как бы формировать рядки такие чтобы были небольшие междуряди вот 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 и